Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава исход и мы читаем перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет А предыдущие главы 26 и 27 скучноваты, будем честны, это не сильно веселее Описывают строение скини и всего, что внутри нее и вокруг нее Скиния — святилище, переносной шатер, в котором символически обитает Бог А теперь кто будет там совершать священнослужение? И как? Призови к себе из сынов Израиль в их твоего брата Аарон и его сыновей, чтобы они стали моими священниками Аарон и его сыновья Надав, Авиут, Ильазар и Итамар То есть священство с самого начала наследственное, фактически священник от потомок Аарона Сделай своему брату Аарону священные одежды для величия и красоты Вели умельцам, которых я наделил мастерством Изготови для Аарона эти одежды, чтобы осветить его и чтобы он служил моим священникам То есть смотрите, величие и красота и одновременно это то, что освящают Вот одежда делает священника священником Вроде Бог его избирает, но без соответственного одеяния он никто Пусть они изготовят нагрудник, эфод, ризу, узорчатую рубаху, сюрбанный пояс Сделают священные одежды для твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они служили моими священниками Пусть возьмут для этого золото, голубую, пурпуровую, багряную пряжу и лен Пусть сделают эфод из золотой нити Эфод — это некоторая верхняя одежда, которая, собственно, действует, ну, как главная одежда священника Как вот то, что его отличает от остальных Эфод из золотой нити, голубой, пурпуровой, багряной пряжей и тонкого льна с вытканным орнаментом По сторонам к нему должны быть пришиты два наплечника Поясок эфод должен быть соткан так же, как сам эфод То есть он еще и подпоясан, да? И золотой нити, голубой, пурпуровой, багряной пряжей и тонкого льна Он должен составляться эфодом, единое целое То есть он не вставляется, а он к нему пришит и каким-то образом застегивается, завязывается Возьми два камня шохом, неизвестно какие, какие-то драгоценные камни И вырежи на них имена сыновей Израиля Шесть имен на одном камне и шесть на другом в порядке старшинства Ну, то есть это племена или колена Израиля, которые произошли от двенадцати сыновей человека по имени Израиля или Аков Вырежи на них имена сыновей Израиля, так как резчики по камню режут печати Вставь эти камни в взорчатые оправы из золота И прикрепи к наплечникам эфода эти камни напоминание о сыновьях Израиля То есть носится вот где-то здесь, да? Как показатель, что священник представляет народ перед Богом, да? И эти вот названия, они это и значат Пусть Аарон носит на плечах пред Господом их имена, как напоминание Сделай узорчатые оправы из золота Сделай две цепочки из чистого золота, витые, как шнуры И прикрепи цепочки к оправам Сделай нагрудник жребия Тоже что-то на груди, и в нем, видимо, хранятся загадочные предметы урим и тумим Которые определяют волю Божию Сделай его так же, как и фоды Золотой нити, голубой, пурпуровой, багряной пряжей и тонко вольноосвытканным орнаментом Пусть нагрудник будет квадратным, длиной в пять и шириной в пять Пять — это вот ладонь И сложенный вдвое ткани Сделай на нем гнезда для четырех рядов драгоценных камней В первом ряду рубин, хризалит и изумруд Во втором — бирюза, сапфир и гагат В третьем — яхон, тагат и халцедон В четвертом — топаз, шохом и яшма Все они должны быть в узорчатых золотых оправах Камней должно быть двенадцать С именами сыновей Израиля На каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из двенадцати племен Израиля Второй раз вот на груди у человека, священника, носятся эти имена Как символ того, что он представляет пред Богом весь народ Сделай для нагрудника цепочки из чистого золота, витые, как шнуры Сделай два золотых кольца и укрепив их по углам нагрудника, соедини двумя золотыми цепочками с двумя оправами А оправы эти прикрепи к наплечникам ифода спереди Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их к двум углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к ифоду Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их спереди к нижнему краю наплечников, там, где они пришиты, сверху, к пояску ифода То есть, как оно крепится, все на эфоде. Пусть кольца нагрудника будут связаны голубым шнурком с кольцами эфода, так, чтобы нагрудник, находясь над поиском эфода, вплотную прилегал к эфоду. Вот когда сегодня читаешь какие-то богослужебные указания, то для священников очень важно, как что надевать, что использовать. Вот здесь то же самое. Вот не отделяется эта конкретика богослужебная от заповеди, от описания скини. Пусть Аарон, входя в святилище, носит нагрудник, и на нагруднике имена сыновей Израиля, как постоянное напоминание о них пред Господом. Ну, и как свидетельство его представительской роли. В нагруднику указаний вложи у Рима Тумима, они должны быть на груди Арома, когда он предстанет пред Господом. Пусть Аарон, находясь пред Господом, постоянно носит на груди жребия сынов Израилевых. То есть, это то, с помощью чего определяется воля Бога. Да или нет? Видимо, у Рима Тумима это да и нет, которые определенным образом, мы не знаем точно каким, указывают на эту волю. Садки Ризу под Эфот, сплошь из голубой пряжи. В ней должен быть вырез для головы, с прочно вытканным краем, ну, это нижняя, ну, подрясник, говорят в православной терминологии, с прочно вытканным краем, как у воинского облачения, чтобы Риза не рвалась. По нижнему краю сделай из голубой, пурпуровой, багряной пряжи шарики в виде гранатовых плодов, а между ними подвес золотые колокольчики. Эти золотые колокольчики и гранатовые плоды должны идти, чередуясь вдоль всего нижнего края Риза. Пусть Аарон надевает эту Ризу, когда будет совершать свое служение. Звон колокольчиков должен быть слышен, когда Аарон входит в святилище Господу, и когда он выходит оттуда, иначе он умрет. Странное повеление, но, видимо, оно обозначает, что первосвященник при исполнении обязанностей, он особое совершенно существо, это должно быть явлено всеми мыслимыми способами, в том числе тем, что он звенит колокольчиками, его никто не перепутает с тем человеком, который просто там проходит. Сделай золотой цветок и вырежи на нем, как на печати, слова «святыня Господня». То, зачем все это и нужно. Прикрепи к нему голубой шнурок, чтобы привязывать его поверх тюрбана спереди, на челе у Аарона. Аарон несет ответ за все погрешности в святынях, за все священные приношения сынов Израилевых, и золотой цветок постоянно должен быть у него на челе, чтобы приношения сынов Израилевых были угодны Господу. Садки для Аарона. Узорчатую рубаху из тонкого льна сделай ему тюрбан из тонкого льна и садки разноцветный пояс. Садки сыновьям Аарона рубахи, пояса и головные повязки для величия и красоты. Облачитывай его брата Аарона и его сыновей в эти одежды. Соверши помазание Аарона и его сыновей оливковым маслом. Это обряд посвящения, откуда помазанник — это посвященный человек. Посвяти их, священники, и освяти их. Они будут моими священниками. Вот Моисей оказывается более высоким, как пророк, чем священники. Поэтому он их помазывает дальше. Это помазание, очевидно, передается от священника к другому. Сделаем льняные штаны от пояса до колен, чтобы прикрывали срам. Нижнего белья люди тогда обычно не носили. Но в святилище они должны его носить, чтобы случайно не оскорбить присутствие Бога. Аарон и его сыновья должны носить, и когда входят в шатер встречи или приближаются к жертвеннику, совершая богослужение в святилище, иначе они будут повинны и умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков. Смотрите, вплоть до нижнего белья. Вот все расписано, потому что Ветхий Завет утверждает служение Богу. Оно происходит только так, как предписал сам Господь. Это не то, что люди придумали, сказали, ну, может быть так, а может быть иначе. Давайте поменяем что-нибудь там. Давайте поэкспериментируем. Нет, все очень четко расписано. И дальше, в 29-й, у нас будет, собственно, описание, как посвящается Аарон и его сыновья. Субтитры создавал DimaTorzok